Всем привет! Сегодня новое видео из Кореи. Сегодня поговорим на очень важную тему, как уехать из России, потому что сейчас всем стало очевидно, да, вот с введением мобилизации, с введением различных мер, которые вводят государство, то, что нужно просто из России уезжать. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше, в первую очередь, для вас, для вашей безопасности. Если даже вы относитесь, знаете, к ситуации там никак нейтрально, если вы относитесь к ситуации положительно, это сугубо ваше личное дело, но для вашей же безопасности, конечно, максимально нужно все сделать, для безопасности ваших близких, чтобы, конечно, Россию в ближайшее время покинуть. Для тех, кто в спешке собирает вещи, тут надо понимать, что мест для того, чтобы уехать сейчас из страны осталось не так мало, потому что, в принципе, Европа почти закрыла свои границы. И что делать в нынешней ситуации для вас, я вам сейчас расскажу, потому что я вам предложу идеальный способ, ну, скажем так, относительно идеальный способ для того, чтобы уехать из страны. Начнем с того, что это видео будет неинтересно тем, кто занимается IT, России, кто занимается, в основном, это фриланс, да, потому что фрилансеры, они могут уехать вообще в любую страну и работать в любой стране, да, потому что для фрилансеров есть очень много работы в любой стране, в любой точке мира. Например, если бы я был фрилансером, честно говоря, я бы давно уже жил на Бали, да, и работал бы на Бали. Вот, но так как я не фрилансер, я работаю на обычной работе, и, в принципе, я думаю, большинство моих подписчиков, они как раз работают именно на обычной работе, То есть, ну, это обычные простые ребята, им, думаю, это видео будет максимально полезно для того, чтобы понимать вообще, как в ситуации действовать, да, и как, впрочем, уехать из России. Вот, и в частности, вот здесь мы поговорим о том, как уехать в Корею, да, где я сейчас нахожусь, я нахожусь в парке недалеко от дома, это Южная Корея, Республика Корея. Вот, почему стоит уехать именно сюда, потому что вот самый главный аспект, который я хотел бы поговорить с вами, это, конечно, работа, да. Потому что, например, если вы, там, собираетесь в Грузию, в Киргизию, это все замечательно, опять же, повторюсь, если вы в Фриланте, да, если у вас там есть работа. Но если, предположим, у вас такой работы нет, да, если вы хотите куда-то уехать с целью в дальнейшем зарабатывать, у вас есть такая возможность, и для этого вам необходимо найти работу в стране, куда вы непосредственно поедете. И именно, вот, в чему именно я акцентирую внимание на Корею, да, потому что сюда можно приехать и здесь можно работать. Вот, как это сделать? Смотрите, я сюда приехал по семейной визе, это виза F1, да, так как у меня супруга является кореянкой, но для вас есть отличный шанс, это виза Кето, да, это виза на въезд в Корею. Есть такой сайт Кето, ссылочку оставлю в описании, на который вы можете зайти, если у вас есть загранпаспорт, подать все документы, вам нужно будет подать, во-первых, ну, естественно, ваши данные загранпаспорта, там, подать билеты о том, когда вы въезжаете, когда вы выезжаете, подать документы, точнее, подать подтверждение, то, что вы где-то забронировали для себя отель, вот, и вы благодаря вот этой платформе Кето, да, сейчас, в принципе, 112 стран уже с ней работают, то есть Корея впускает 112 стран, вот, по данной платформе к себе граждан, как это туристическая виза получается, Кето, и вы можете по этой визе въехать в Корею. В чем прикол, ребят, вот, самое главное, вот, о чем, в принципе, в чем суть данного видео, то, что вы можете заехать по Кете, и если вам требуется работа, вы можете работать нелегально, да, и в чем дальше суть? Смотрите, в Корее нет такого, как, вот, может быть, кто живет в Москве, видели то, что, там, нелегалы, там, какие-то гастарбайтеры, да, там, таджики-узбеки, их тормозят на улице, их постоянно проверяют, здесь такого нет. То есть, если вы хотите сюда работать, приехать, вас могут поймать, это, безусловно, да, вас могут поймать, но это примерно 50 на 50, потому что здесь иногда проходят проверки, проходят, в основном, это весна-осень, вот, но очень большая вероятность, то, что вас никто не понимает, если, там, вы будете работать в ночь, если вы будете работать, например, в некоторых предприятиях, даже есть такая система, проверки, они заранее известны, и людей в эти дни просто на работу не вызывают, либо предупреждают, чтобы, например, в какое-то время они ушли, все очень просто, поэтому, вот, опять же, да, возвращаясь к теме Кете, вы по этой Кете можете приехать, 60 дней у вас есть возможность находиться в Пукете, в самой Корее, в республике Корея, и потом, по сечению 60 дней, вы можете остаться здесь и работать нелегально. Во-первых, вы будете получать зарплату, то есть, да, вас, конечно, могут кинуть, но здесь такого, в принципе, нету, по крайней мере, вот, у нас, почему я вообще, в целом, заговорил про эту тему, потому что, есть у нас, у родственников знакомые, парень с девушкой, оба русские, оба приехали в Пукете сюда, вот, приехали до событий, да, до мобилизации, и, соответственно, они работают уже, работают, там уже и третий месяц работают, просто, если, например, такая ситуация случится все-таки, что вы захотите уже выехать из Кореи, то вы выехать сможете, да, там, делается это все тоже через определенные организации, вот, которые, кстати, по-русски разговаривают, то есть, есть организации частные, которые работают, которые помогают за определенную денежку вам выехать, вот, но потом вы не сможете въехать, то есть, у вас будет стоить запрет на въезд, на течение, как минимум, 5 лет, вот, поэтому, если вы хотите действительно уехать сюда, вы можете ехать на 60 дней, находиться здесь совершенно легально, как турист, можете попробовать, по крайней мере, подходит ли вам такой вариант или нет, вот, потом двинуть куда-то дальше в другие страны, но в чем плюс, то, что здесь гораздо проще найти работу, если вот берем с вами в сравнении, например, с Грузией, да, куда сейчас все едут, там, куда уже начали выдавать, там, буквально повестки, да, на границе сейчас люди переходят и о границу, Россия, ну, переезжая, точнее, Россия, Грузия, и там уже на пограничном пункте выдают повестки, это тоже информация очень много в сети, я думаю, вы это тоже слышали, вот, и, собственно говоря, здесь вы можете приехать, если у вас получилось, вы зарегистрировались на Кете, на этом сайте, который будет, опять же, в описании, вам в течение до трех дней должен быть какой-то ответ, вам, конечно, могут сказать, но есть также вероятность, что вам одобрят, по крайней мере, попробовать стоит, это на основании загранпаспорта вы все можете сделать, и если вам одобряют, вы сюда приезжаете, здесь живете 60 дней, работаете, отдыхаете, если у вас есть деньги, и далее просто остаетесь, остаетесь на очень долгий срок, потому что неизвестно, что будет в России, и сейчас, опять же, повторюсь, единственная возможность себя защитить, это, конечно, как можно скорее оттуда уехать, потому что все, может быть, слышали эти ужасные новости про какие-то сумасшедшие просто новости, про ядерные взрывы, там, про удары по Украине ядерные, там, НАТО грозится нам ударить, по нам бить с этими ракетами, это просто какой-то ужас, да, дикий, можно сюда приехать, здесь, если вы переживаете, там, то, что рядом Северная Корея, здесь крупнейшая из баз США находится, здесь у Кореи очень много союзников, целый блок НАТО в союзниках, да, ну, как бы, они официально союзники, но не союзники США, поэтому, в принципе, Корея, она защищена, потому что здесь постоянно, вот, в настоящий момент, кстати, проходят учения, там, США, Корея и Япония, поэтому здесь вы будете в безопасности, по крайней мере, на какое-то время, пока в России проходит этот весь беспредел, когда там сменится власть, сменится правительство, вы едете обратно, и, в принципе, если не захотите сюда приезжать, если захотите, будете жить в России, вот, это я к чему говорю, ребят, то, что, в принципе, здесь очень-очень комфортно, очень комфортно в плане заработной платы и отношения к русским, кстати, к русским здесь очень хорошо относятся, там, в СМИ знаю то, что в некоторых СМИ постоянно, что к русским плохо относятся, там, здесь есть русский магазин, здесь есть русский кафе, то есть, как бы, я не фанат этого, да, чтобы принять в страну и питаться русским, русской едой, я имею в виду, да, как нужно погружаться в культуру немного, но если вы не разговариваете на корейском языке хорошо, это моя ситуация, я там понимаю, это какие-то комсомнида, аня сио, и такие простые выражения, вот, и если, например, вы чего-то не понимаете в плане языковых каких-то моментов, здесь есть куча русских, во-первых, русских людей, да, целая русская комьюнити, есть целый район цаданжи, который мы потом с вами обязательно посмотрим, сходим туда, где живет чисто русская комьюнити, вот, и вы туда обязательно сможете поселиться, в принципе, и там даже квартиру можно снимать на русском языке, то есть, имею в виду, когда вы будете снимать квартиру, у вас тут будет Апудунсан, да, это организации, которые занимаются, помогают с арендой жилья, они будут, естественно, все разговаривать на русском, вам в этом плане тоже будет большое подспорье, да, в каком-то дальнейшем развитии. В общем, к чему это все говорю, то, что возможности для того, чтобы сюда приехать, остаться на 60 дней, потом дальше уже работать нелегально, да, но если вы здесь не будете дебоширить, вас никто отсюда не выгонит, то есть, вы живите, наслаждайтесь жизнью и не воюйте ни с кем, и при этом вы будете зарабатывать, я не знаю, если вы из региона, вы здесь будете зарабатывать хорошо, то есть, по сравнению с регионом, здесь заработная плата будет хорошая, да, я как бы жил в Москве, 5 лет последние, перед тем, как сюда уехал, приехали мы в августе месяце, нет, приехали мы сюда 2 сентября, и до этого мы 5 лет жили в Москве, и, конечно, как бы в Москве мы зарабатывали примерно, ну, может, чуть поменьше, да, то есть, в Москве я зарабатывал, наверное, где-то 90-150 в этих пределах, вот, и, в принципе, здесь вы будете зарабатывать, опять же, да, тут сложно говорить про курс, потому что курс постоянно вон и скачет, вот, ну, примерно 120-150 вы будете зарабатывать, да, здесь работы много, вот, в ходу работы очень важный момент, многие спрашивают, типа, как здесь с работой? Работы здесь очень много, нужно понимать, что работа здесь, она не описная, то есть, естественно, вы не знаете язык, вы не можете коммуницировать, да, с корейцами, поэтому здесь основная работа, которая для вас будет доступна, это работа на заводах, заводов здесь очень много, в частности, например, я сейчас работаю на заводе, который производит, там, какие-то детали для Hyundai, Kia, работа разная, вы можете складывать эти детали в коробке, упаковывать, то есть, вы целый день, 12 часов стоите, складываете эти коробки, перерывы есть, да, вот, там есть у вас час перерыв на обед, полчаса перерыв на ужин, вас на работе кормят обедом, ужином, есть у вас по 10 минут каждый перерыв 2 часа, то есть, каждые 2 часа перерыв по 10 минут, и, в принципе, довольно комфортно работать, я не знаю, где вы до этого, конечно, работали, да, в каких организациях, может быть, там, просто тучилили в офисе, ничего не делали, я сам работал в офисе, это была полностью сидячая работа, но здесь я не испытываю какого-то, верно, лютого дискомфорта, первые 2 дня, да, там, гудели ноги, да, потому что, скорее всего, будете стоять на ногах на протяжении 12 часов в день, да, каждый день, там, на протяжении 5-6 дней в неделю, но вы будете зарабатывать гораздо больше, то есть, я, например, я зарабатываю примерно, там, в районе 120 тысяч сейчас, да, но при этом я работаю 5 дней, если, например, я буду ходить до подработки, плюс у меня ночные, я буду зарабатывать, там, порядка 150 тысяч, пенсионные рубли, но, опять же, да, тут бесполезно сравнивать рубли с вонными, потому что, например, стоимость аренды моей квартиры, которую я тоже вам потом в видео покажу, стоит всего 500 тысяч вон, а заработная плата в среднем, например, вот у меня составляет, ну, в моем предприятии составляет 3 миллиона, вот, вы это посчитаете, сколько бы зарабатывали, например, в России, я зарабатывал 100 тысяч, у меня стоимость жилья была, ну, условно, 30 тысяч рублей, там, 32 тысячи, да, но вы посчитаете, сколько я раз могу оплатить квартиру с моей заработной платы, и здесь, зарабатываю, например, там, 3 миллиона вон, да, я 6 раз могу оплатить квартиру в России, только 3 раза, то есть, примерно в 2 раза меньше, то есть, я зарабатываю, зарабатывал в России, поэтому, вот, делайте выводы, в любом случае, решение принимать именно вам, и это видео, знаете, посвящено не тем людям, которые говорят, там, я хочу в России остаться, тем людям, которые ищут варианты все-таки, куда же уехать, но, опять же, да, я вам не рекомендую ехать в Грузию по тем причинам, то, что в Грузии все-таки очень низкая заработная плата, я вот, правда, изучал этот вопрос до момента, когда мы решили приехать сюда, я рассматривал вопрос, например, чтобы очень быстро переехать в Грузию, да, потому что я еще в июле месяце говорил, ребята, будет мобилизация, потому что российская армия, она не вывозит, я сам служил в армии, я не знаю, надо отдельное видео снять, какой-то там просто ужас происходит, солдаты покупают за свои деньги краску, это уже тема отдельного видео, но, тем не менее, просто вам так вкидываю информацию, то, что в российской армии, говорится, полный хаос, я уже знал, что в июле месяце то, что будет мобилизация, ну, по крайней мере, предугадывал, да, потому что знать я не мог, и, в принципе, я оказался прав, и пока эта мобилизация частично, она вас не касается, там где-то уже мобилизация закончилась, и вроде как люди расслабились, да, думают, все, все, классно, живем дальше, да, но смысл переживать, смысл нервничать, если есть вариант жить спокойно. Это может быть любая сторона, безусловно, но с точки зрения трудоустройства здесь очень много возможностей. Друзья, на этом видео заканчиваю, думаю, оно вам будет очень полезным, очень поможет, если вы принимаете решение, сейчас сидите в интернете, изучайте информацию, куда же все-таки переехать, думаю, вам это очень поможет при выборе места переезда. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, и увидимся в новом видео, которое выйдет очень скоро на канале.